Имя Петра Степановича Дунаева хорошо известны все читающие гвардии кузнечан долгие годы. Он возглавлял редакцию газеты «Кузнецкий рабочий». Богатый жизненный опыт, многочисленные ученики позволили заговорить о журналистской школе Дунаева. 4 декабря, в день рождения учителя, в выставочном зале собрались коллеги, друзья, все те, кому дорога память о человеке, который оставил неизгладимый след в судьбе каждого из них. Но его нет с нами уже 7 лет. И все это время каждый из нас, кто с ним когда-то работал, вспоминает Петра Степановича по тому или другому поводу. Потому что для кого-то он был известным в городе человеком, эрудитом, литератором. Вот для нас, многих работников газеты «Кузнецкий рабочий», он был учителем. И именно учителем с большой буквы. Он очень много времени уделял тем, кто пришел в газету. Он учил писать, но главное, он учил мыслить. Порой мы обижались, порой и плакали. Но школа Дунаева, эта школа Дунаева, это очень сложно научить человека нашему ремеслу, потому что, как говорят журналистика, товар штучный. Вот Петр Степанович обладал такими качествами, хорошего учителя, который помог многим найти свое место в жизни и навсегда прикипеть к этой профессии. Вряд ли кто с точностью может дать определение всей многогранной деятельности Петра Степановича Дунаева. На выставке представлены рукписи, страницы дневников, которыми он очень гордился, документы военных лет, стихи. Он очень любил жизнь, ценил дружбу. Его всегда окружали творческие личности, для которых, как и для него самого, главной ценностью было человеческое общение. Это действительно был эрудит, каких мало. Во-первых, он очень много знал и по истории, и по литературе. У него была богатейшая библиотека. И когда я много раз его фотографировал с внучками одного, с Верой Григорьевной, он всегда мне говорил, фоном должна быть книжная полка. Ничего другого, никаких ни ковров, ничего, только книжная полка. Большой мастер, прошедший горнила войны, мог часами рассказывать о героях своих публикаций, живых свидетелях тех лет. О его манере повествования слагались легенды. Он медлительно работал, казалось бы, но за этой медлительностью, вот это, наверное, вдумчиво, серьезность подхода к этому делам, потому что он много знал, внутри себя держал и как все это сопоставлял. 4 декабря Петру Степановичу Дунаеву исполнилось бы 85 лет. 7 лет назад он ушел из жизни. Но память об этом человеке будет жить не только в сердцах его многочисленных учеников, но и в литературном наследии, которым он посвятил жизнь.